Сегодня на заседании городской думы депутаты утвердили изменения в генеральный план Ноябрьска. Напомню, документ был датирован 2008 годом и предусматривал развитие города на 20 лет вперед. С учетом сегодняшних корректировок он пролонгирован до 2032 года. Какие изменения ждут Ноябрьск накануне на заседании постоянных депутатских комиссий, рассказывал главный городской архитектор. Начну с ремарки. Генплан – это такой документ, который можно изменять, дополнять, но главное, он совершенно не утверждает однозначно, что в будущем все будет точно так, как написано сегодня. Скорее, он указывает направление, по которым будет развиваться Ноябрьск. Так, к примеру, в новом варианте от 2013 года отсутствует объездная дорога, которую по плану от 2008 года в Ноябрьске строить планировали, для того, чтобы разгрузить транспортный поток в центре города. Теперь же архитекторы посчитали, что необходимость в ней отпала, потому что часть автотранспорта вполне можно пустить по улицам Северной и Изыскателей, где планируется возведение деловых центров, медгородка и жилой застройки. Строительство обездной автодороги, которое планировалось с генеральным планом 2008 года, не потребуется при вводе в эксплуатацию ряда запланированных объектов и перенаправлении транспортных потоков по улице Магистральная и Энтузиастов, Шевченко, Северная и Изыскателей, что позволит разгрузить центр. К слову, под деловую зону, в которую горожане будут отправляться по Северной и Изыскателей, планируется частично реконструировать гаражные кооперативы Ханто-1 и Ханто-2. А там, где на этих улицах громозятся деревяшки, будут сплошь новые капитальные дома. Впрочем, Ноябрьск деревянный к 2032 году весь должен остаться только в памяти и на фото-видеосъемках. А Ноябрьск будущего – это еще 4 микрорайона многоэтажек и более 10 районов малоэтажной и частной застройки. Многоэтажная застройка в городе предусматривается, как и прежде, в 8, 9, 12 и 13 микрорайонах. Среднеэтажная застройка запланирована в микрорайонах в западной части города. Это микрорайоны П-7, П-7, П-8, П-10 и в микрорайоне Вангопоровский. Планируется развитие застроенных территорий микрорайонов города с целью ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда. Это все микрорайоны, в которых существует деревянный жилой фонд. Частный сектор тоже разрастется. Ему место в южной и северо-западной частях города. Это микрорайоны П-11, П-12, П-13, П-14, П-15 и П-18. Кстати, в 15-м районе под литерой П планируется отводить земли для многодетных семей. А в поддержку темы развития Ноябрьска депутат Анатолий Гампель поинтересовался, будет ли решена в новых микрорайонах старая городская проблема с нехваткой мест для хранения машин. Ведь сегодня буквально все дворы в пятиэтажках забиты под завязку. А там, где дома строятся девятиэтажные, ситуация может оказаться и вовсе катастрофичной. Есть парковки, есть места для хранения автомобиля. Парковка – это катковременная остановка для посадки и высадки пассажирцев. И какое-то непродолжительное время автомобиль стоит и уезжает. То, что у нас происходит внутри микрорайонов, это просто используем места для парковки. Для постоянного? Да, для постоянного хранения. Вот в генеральном плане, конечно, места для парковки не определяются. Они, то, что я сказал, это места для организации постоянного хранения. То есть там коммунальные зоны, где могут быть построены гаражные комплексы, допустим, паркинги большие, крупные, многоэтажные. Кстати, именно под такие коммунальные зоны, где ноябрьцы должны оставлять свои авто, отводились площади на улице Магистральная. Но практика показала, что торговые павильоны там появились, а стоянок фактически как не было, так и нет. Подавляющее большинство горожан стремятся занять место поближе к подъезду. Удастся ли с этим что-нибудь сделать, неизвестно. Но по закону, возле жилых домов вместо для машин должно быть не более 40% от того, сколько в действительности требуется. Ирина Потихина, Александр Иванов. Новости нашего города.